Только полпроцента, повторюсь, 0,5% жителей оккупированных районов Мелитополя приняли участие в фейковом референдуме оккупантов. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем телеграм-канале. Он добавил, что ни одно цивилизованное государство не признает ни проведения, ни результаты фейкового голосования. Украинское правительство продолжит выплачивать жителям временно оккупированных территорий пенсии, зарплаты бюджетникам и обеспечивать все социальные гарантии. Тему мы, собственно, далее продолжим с Иваном Федоровым, мэром Мелитополя. Он с нами на связи. Иван, добрый вечер. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Иван, ну вот нет у меня данных именно по Мелитополю, но по всей оккупированной части Запорожской области россияне нарисовали явку 85,4% или 541 тысячу человек. Но вы указали, что действительно реально в Мелитополе пришли на вот эти фейковые референдумы 0,5%. Думаю, в Бердянске, Энергодаре, там, в других населенных пунктах Запорожской области, ну, приблизительно те же, наверное, показатели. Ну, откуда взялись вот эти вот 85,5% практически? Да какая разница, какую цифру рисовать? Это ж несложно. Посидели, подумали, захотели, нарисовали. Я удивлен, думал, нарисуют 110%. А цифра, которую мы взяли 0,5%, это цифра, которую опубликовали случайно их российские СМИ, так как делали трансляцию в онлайн, когда они подсчитали, потому что со всей Запорожской области проголосовало 7 тысяч избирателей. Они думали, что это очень большая цифра, но если пересчитать в целом, в Запорожской области избиратели 1,3 млн человек, и 7 тысяч избирателей это чуть-чуть больше, чем 0,5%. Поэтому именно эта цифра соответствует почти действительности. Почему я говорю почти действительности? Потому что об этом соответствует как минимум два факта. Первый факт — это то, что люди могли голосовать несколько раз за пять дней фейкового референдума, который назначили расшисты. Люди могли проголосовать несколько раз на дому и еще раз на избирательном участке. И также есть второй факт, когда один человек мог проголосовать за несколько членов своей семьи, были факты, когда в одном доме приходили и заставляли голосовать за пятерых прописанных людей одновременно. Поэтому даже цифру 0,5 я бы ставил под сомнение и под вопрос. Не поддержали наши люди данный фейковый референдум. Они до сих пор оказывают сопротивление и ждут вооруженных сил Украины для освобождения нашего города. А известны ли все имена вот этих коллаборантов, которые соглашались участвовать с оккупационными властями, которые, собственно, и организовывали эти псевдо-референдумы? Спасибо за вопрос. Да, действительно, все коллаборанты известны. По первым 58 руководителям так называемых избирательных комиссий нами уже отправлено письмо с просьбой ввести, во все необходимые инстанции, с просьбой ввести персональные экономические санкции. И сейчас по остальным членам комиссии мы также собираем информацию, за это я благодарю наших жителей о том, что они активно предоставляют информацию о коллаборантах и предателях. И также по ним будут введены санкции. Что это означает? Это означает, что люди, которые предали наше государство и стали пособниками расшистов, они лишатся своих домов, машин, земельных участков. И, что важно, не только своих, которыми они владеют, а и теми, которыми они пользуются. Зачастую коллаборанты и предатели записывали на друзей, родственников, близких. Не удастся уйти от ответственности, они лишатся всего. Коллаборанты, предатели родины не имеют права чем-то владеть в нашем государстве Украины. Иван, скажите, а наблюдаются ли в Мелитополе какие-то попытки дальнейшего проведения, ну, фактически насильной мобилизации местного населения? Потому что понятно, что сейчас эти референдумы прошли, так называемые, там, завтра, видимо, состоится в Кремле, значит, это вот, как бы так, оглашение этого всего официальное. Ну, и это фактически станет поводом для того, чтобы население, которое вроде как считается теперь как территорией России, да, я не знаю, как это будет называться, но вот это будет основанием для того, чтобы этих людей теперь посылать на фронт воевать против украинцев. Есть ли вот такие признаки сейчас в городе? К сожалению, да. По моему личному мнению, что весь этот фейк и фарс в виде референдума был создан исключительно для мобилизации наших мирных жителей и покрытия тех дыр, которые организовались в российской армии. Сегодня ряд факторов свидетельствуют о том, что массовая мобилизация уже началась. Первое. Мужчин почти не выпускают из временно оккупированного города. Они с трудом после детальной фильтрации могут выехать через Крым и за взятки при коррупции выехать через Васильевку. Это раз. Второе. Гауляйтеры издали фейковое распоряжение, к которому они следуют, о том, чтобы создать добровольческий батальон из 3000 людей до 10 октября. Конечно же, мы понимаем, что добровольцы не идут, а в добровольцев они записывают. Есть прецеденты, когда уже на территории Бердянца добровольцы, которых записали, пытаются отказаться от участия в этом призыве, но им предлагают взамен себя привести другого человека. Только после этого разрешают вычеркнуть из добровольцев. Есть также сведения о том, что медработников и сотрудников медицинской сферы начали записывать точно так же в добровольцы. Поэтому, к сожалению, единственный способ сегодня не участвовать в мобилизации и не быть подверженному риску призыва – это выезжать с временно оккупированной территории. Буквально недавно мы опубликовали детальную инструкцию, которую разместило Министерство реинтеграции, о том, как можно через третьи страны, через Грузию, через страны Европейского Союза, через временно оккупированный Крым выезжать из временно оккупированной Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. – Пытаются люди выехать вот сейчас, после вот этих всех псевдореферендумов? – Люди массово выезжают. Приведу пример. Только на территорию Запорожья за последние дни выезжает по 300 человек в день. Поэтому, а также люди массово пытаются выезжать и через Крым, потому что через Васильевку дорога зачастую закрыта. – Угу. Вот сегодняшний взрыв в Мелитополе. Вы и Центр сопротивления сообщали о взрыве авто местной коллаборантки Елены Шапуровой. – Что это за особа и что с ней, какая есть информация об этой истории? – Это один из первых коллаборантов, один из ключевых коллаборантов, которая стала насиловать наших директоров школ, директоров детских садов, призывать их открывать школы, детские сады, ставить под угрозу наших детей. – Это особо считает себя руководителем департамента образования, которым, естественно, она не является. – Это коррупционер, по которой возбуждено уголовное дело в государстве Украины, и она должна сидеть в тюрьме. – Это тот человек, который сегодня назначает уборщиков классными руководителями. – Это тот человек, который называет завхозов на сегодняшний день классными руководителями. Это тот человек, который издевается над нашими детьми. Сегодня пострадала она и пострадал ее муж, которого она назначила директором одной из самых больших школ в городе Мелитополе. Поэтому еще одному коллаборанту точно больше не захочется трудиться против государства Украины. Но, как я говорил и раньше, самое простое наказание для коллаборантов это будет сидеть в тюрьме. А скорее всего со многими будет другая судьба. Иван, также вчера было отмечено около 8 взрывов к югу от Мелитополя. Известны ли последствия? Я так понимаю, там в очередной раз как-то неудачно покурили оккупанты. Что там, какие последствия и где это произошло? Есть информация? В сторону юга Украины расисты давно стягивали большое количество как военной техники, так и складов с боеприпасом. Поэтому вчера они покурили неудачно в очередном складе боеприпасов, который долгое время также детонировал. Вы сказали, что украинское правительство продолжит выплачивать людям на оккупированных территориях зарплаты, пенсии, все соцвыплаты, которые положены украинским гражданам. Как это происходит? Все ли карточки там работают? Почты же украинские, понятное дело, нет. Но как пенсионеры, например, получают свои пенсии? Как бюджетники получают выплаты? Сколько бы расисты не пытались вбить голову о том, что государство Украина бросило людей на временно оккупированных территориях, это не так. Государство Украины выполняет все свои обязательства. Это и заработные платы учителям, которые сегодня работают дистанционно и не сколлаборировали. Это заработные платы докторам, которые сегодня спасают сотни тысяч населения, находящегося на временно оккупированной территории Запорожской области. Это, конечно же, и пенсии нашим пенсионерам, которые они получают сегодня на карту. Действительно, сегодня есть проблема с тем, чтобы обналичить эти деньги на временно оккупированной территории. Но при помощи родственников, которые выезжают на территорию подконтрольного государства Украина, при помощи друзей, возможность сегодня обналичивать данные денежные средства есть. И ключевым является то, что государство Украина не бросило своих горожан, которые находятся сегодня в заложниках у террориста России. Спасибо вам большое. Иван Федоров, мэр Мелитополя, говорили о ситуации в городе, что там сейчас происходит, после того, как Россия провела там эти фейковые референдумы.